Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о социальном самочувствии населения после чудовищной девальвации Тенге. У нас в гостях Гульмира Илевова, социолог, президент общественного фонда, Центр социальных и политических исследований «Стратегия». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сначала из личного опыта. В общем, когда рубль уже упал, а Тенге еще держался, и вот шел такой информационный вал, как плохо, что Тенге такой крепкий, всем тяжело, все страдают. А я смотрел на свое окружение, где я общаюсь, и кто-то машину себе купил, кто-то хотел переехать там на заимку в Новосибирской области, переехал в трехкомнатную квартиру в центре Новосибирска. То есть я не видел никого, кто в этот момент страдал. Скажите, вот как социолог, на самом деле такие люди были, кто страдал от высокого курса Тенге? Ну, не люди, наверное, какие-то группы, социальные, это вот экспортеры, те самые банки страдали. Ну, то есть категории, которые относятся в качестве субъектов, скажем, экономической деятельности. Вот, точнее, населения, люди, нет, вряд ли. А, теперь тогда дальше продолжение. Деволюбрацию сделали, и потом вот эти вот там представители тоже Касцинка, там прочих, вышли, сказали, спасибо, дорогой президент, это вот помог, спас. Я опять смотрю по своему окружению, вот никто, никого не стало лучше. Тогда вопрос, вот те вот люди, которые сказали спасти, вызывая все, они это лицемерно сказали, или на самом деле им стало лучше? Нет, вот именно этим категориям стало лучше, очевидно. То есть, ну, понятно, не людям в широкой массе. А вот у нас, как бы даже не у нас, а по статистике, 80% населения живет на трудовые доходы, то есть от зарплаты к зарплате, 13% на пенсии. А, соответственно, вот там, ну, сколько стоит, да, 7%, которые в той или иной степени довольны, я думаю. Все остальное население, которое жило от зарплаты к зарплате и на пенсии, оно вот точно не сказало спасибо. И что тогда, тоже опять это из личного опыта, как-то с человеком общались, он рассказал про своего знакомого. У того четыре квартиры, то это рантия, да, называется по-нашему, которую он сдает в... Не по-нашему. А, не по-нашему. По-нашему хорошо устроился. По-нашему хорошо устроился. И вот, когда доллар упал, он не поленился, обошел всех своих вот этих вот квартирсочек и говорит, ну, доллар же упал, надо поднять арендную плату. И все ему ответили одно и то же, говорят, ну, да, ваши доходы в долларах упали, но у нас зарплата не выросла. И он все-таки вот обошел как бы этот круг и все равно оставил арендную плату на прежнем уровне. То есть, получается, что даже... Это же не паразитические свои населения, это как называется? Вы сможете сказать, предприниматели? Или это паразитические? Ну, скорее паразитические, конечно. Вот это, получается, даже вот таким слоям в условиях девальвации приходится ужиматься, да, в их доходах и в их, скажем, в их контактах с экономически активным населением. Этим четырем арендаторам очень повезло, потому что наш арендодатель настаивает на своих доходах в долларах, мы съезжаем, с большим сожалению. То есть, не все такие. Некоторые ужимаются, а некоторые не ужимаются. Вообще, стратегии две. Некоторые вот те самые условные тысячи или сотни долларов, они хотят оставить на прежнем уровне, невзирая на то, что доходы не поднялись. А некоторые, в частности в сфере услуг, я сталкиваюсь с такими прецедентами, они снижают свои расценки по предоставлению услуг, понимая, что вот стратегия на сохранение цен даже в тенге не приведет к добру, потому что они как бы лишаются своей клиентуры. Я думаю, что скоро все придут вот к этой стратегии. А вот те, которые думают, что раз у них уменьше стало клиентов, но они как бы восполнят свои доходы, старые доходы, невзирая на экономическую ситуацию, оставляя прежними, так сказать, свои доходы в долларах, я думаю, что они проиграют и будут пересматривать. Ну, не сразу, конечно. Жадность в данном случае, она будет при... Она имеет большую инерцию, да? Да. У меня вопрос. Вот говорят, что народ – это абстракция. Вы как социолог подтверждаете эту вещь? Или это все-таки можно говорить о какой-то целостности? То есть можно каких-то кит давать общую температуру по больнице? Ну, вот народ, как формула, это абстракция, конечно. Нет народа. Но в социологическом смысле все мы операционализировали, мы превращаем в население. А население уже имеет характеристики и свойства. Народ – скорее абстракция высшего уровня, когда говорят о стране, о государстве, то есть о жителях этой страны или государстве, можно говорить как о народе. В таком даже метафорическом, наверное, смысле. А в таком широком и обобщающем. Для нас народа нет. Невозможно с ним работать. Не понимаешь, о чем речь. Тогда поговорим о социальном самочувствии населения. Как оно изменилось? Что показывают ваши исследования? На самом деле, я надеюсь, кстати сказать, что мое мнение не совсем соответствует действительности, что есть мнение других социологов, которые будут мне противоречить. По моим ощущениям и по моим оценкам, население испытывает самочувствие пока что, достаточно хорошее пока что, но показатели показывают на то, что оно ухудшается. Динамика плохая. То есть у нас, понимаете, были уже очень высокие показатели, 80%, 72% в годы слегка конъюнктура ухудшается, экономическое население показывает снижение, ну, например, до 70%. Когда у нас сейчас падение 50% уровень позитивных оценок, социальное самочувствие, удовлетворенность жизни и так далее, то все, оно, можно сказать, лежит в позитивной плоскости, плюсовой. Но при этом, если посмотреть оценки вот такие, скажем, критические, их число выросло, заметно выросло, и я думаю, будет расти. И вот когда у нас будет, например, 45 и 45, то есть плохих и хороших оценок, я думаю, что в этих условиях мало кто умеет работать в Астане. А нужно к этому готовиться. Оно к этому идет, и я думаю, что если конъюнктура экономическая и социально-экономическая ситуация в стране будет такой же и с ухудшением, то население ответит в ближайшее время таким ухудшением оценок. То есть 72-х условно упасть до 54-х, как сейчас, на это нужно, конечно, заметное ухудшение жизни, чтобы население так отреагировало. Вы говорите про слово, но есть же еще власти на местах, или это у вас в общем, как бы, весь чиновничий административный корпус? Власти на местах, я думаю, еще меньше рефлексируют на такие показатели. Я не могу сказать про все области, но у меня есть ощущение, что уровень аналитики недостаточно высокий везде в областях. То есть они даже получают социологические исследования, они еще плохо с ним работают. Пока не идет команда сверху, я так вот не чувствую от них такой адекватной реакции. Они знают комплекс проблем, может быть, условно, по отоплению, по дорогам, но по категориям социального самочувствия мало кто работает, мало кто умеет работать. А вот, например, проблема картинок позитивного будущего, то есть человек готов терпеть трудности, когда знает, что это временно, и потом все будет хорошо. Вот в этом плане что-то поменялось? Люди видят, скажем так, хорошее забарханное? Вот если посмотреть, например, данные по тому кризису 7-9 годов и нынешнего, количество тех, кто надеется на улучшение ситуации, оно всегда достаточно высокое, выше 50%. Ну, по моим оценкам, где-то если 68, по-моему, это самый был высокий показатель надежды. И, в общем-то, если мы говорим социологически, это настроение оценивается как позитивное настроение. То есть человек не испытывает депрессии, апатии или агрессии тем более. Но если смотреть по показателю надежды на улучшение ситуации, и если этот показатель падает, то уже можно говорить… А он падает у нас, по нашим оценкам, то можно говорить о том, что перспективное видение, оно все-таки не особо… Вернее, оно охватывает недостаточно большое количество слоев населения, вот так скажу. А в тех слоях, в которых происходят изменения, оно не сразу переходит в плоскость негативных оценок. Оно, вот это настроение меняется через вот такой, ну, такой показатель, что ли, как чувство неопределенности, отсутствие видения перспектив, непонимание, что было впереди. Вот если вот этих людей количество увеличивается, а оно увеличивается, это тоже показатель ухудшающего все социально-экономическое положение и настроение. То есть, получается, есть те, кто видит хорошие картинки будущего, есть те, кто видит плохие, а есть те, у кого туман перед глазами. И вот так, по-моему, количество тумана увеличилось. Да, да. Ну, и еще вот по поводу надежды. Вот я часто сталкивалась с такой критикой, ну, в частности, и наших данных, и формулировки. Мне говорят, ну, о чем это слово «надежда», да? Ну, и как бы, что за непонятное настроение? А я вот тоже как-то попыталась интерпретировать, я потом обнаружила это вот, если взять семь смертных грехов, там, уныние, отсутствие надежды, это одно... Уныние, отчаяние, смертный грех. Да, 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 это смертный грех. То есть, по существу, человек сейчас, он как бы где-то на основе, ну, своих собственных моральных каких-то там, этических установок рассуждает. Мне кажется, он не примеряет вот так вот, вот у меня есть столько, а в следующем году может быть столько, поэтому я надеюсь на то, что у меня будет там лучше. Нет, он не так рассуждает, да, он в случае просто, ну, как бы, если нет надежды, то что тогда, понимаете? Если материальное положение, например, ухудшается, а оно ухудшается сейчас. То есть, это настроение достаточно сложное, его интерпретируют, мы его интерпретируем как позитивное, но, конечно, в нем есть определенная доля, так сказать, неопределенности. А вот этот момент с арендодателями, одни, ну, как бы, адекватно оценивают ситуацию, а другие живут по своим схемам. Вот этот момент, вот, разум глупца считается мириться с объективными обстоятельствами. Вот эти вот объективные обстоятельства, они сейчас как давят на людей? Они их должны заставить в каком двигаться направлении, как оценивать происходящее, как себя вести? Вот если посмотреть по статистике, то где-то около половины доходов, объема доходов население тратит на продукты питания. Ну, вот, я посмотрела, значит, по сравнению с 2014 годом произошел рост, было 43,5 плюс на 1,7, да, это, значит, ну, где-то больше 45, почти 46. Я думаю, что данные осени будут еще выше. Соответственно, по питанию пока еще не перешли к стратегии, сказать, выживания, да, ну, все-таки, я думаю, что мясо едят, скажем так, я предполагаю это. Ну, а если вот взять по статистике, на чем начинают экономить и на чем в первую очередь экономят, это на товарах личной гигиены. Вот посмотрела, на два раза с 3652 тенге упали до 1766. Нет, просто хуже качеством стали брать. То есть, как бы, они же, ну, люди, население, да, они перестают, скажем, пользоваться. Ну, может быть, дезодоранты, да, перестали брать или мыло менее душистое в хозяйстве. Но, тем не менее, какой-то ассортимент берут, но качеством явно похуже и, ну, ниже уровнем. Еще одна категория, то есть здесь уже, понятно, сразу отреагировали. То есть, в два раза падение расходов, да. Если мы говорим о других видах, об услугах, то здесь четко видно было, если мы говорим о статистике, не социологии. То, что стали гораздо больше увеличивать, то есть, тратить на платные услуги. Но не по своей воле, потому что в платные услуги входит коммунальный тариф, услуги на образование, здравоохранение, транспорт и связь. То есть, если посмотреть вот по этим... То есть, если ты живешь в городе, ты вынужден тратить на все это. Вынужден на это все тратить. Ну, соответственно, могут ужиматься транспорт, да, услуги на образование, ну, соответственно, на коммунальный вряд ли. Хотя, возможно, тот самый кризис неплатежей, который мы в 90-е годы уже прошли, да, когда были и отключения людей от услуг, да, они сейчас, но массовости как бы этого явления не было. То есть, по существу, если мы говорим о том, что население в основном живет на доходы от трудовой деятельности, ужиматься там мало в чем можно. То есть, практически не в чем. Единственное, каким образом начинают поступать, это еще дополнительные заработки. Ну, и, соответственно, уход от прозрачных схем, а переход каким-то к теневым, где меньше выплат в государственный бюджет. То есть, получается, рост теневой экономики. Рост теневой экономики. Ну, каждый человек рассуждает же не в категориях теневой экономики, он рассуждает, как ему выгоднее, как вообще он может в этих условиях выжить. Ну, однозначно, что это приводит к такой форме оплаты, как теневая оплата. Ну, да, мне кажется, вообще людям очень трудно объяснить вот такие вещи, да. То есть, например, мы на поддержание такого курса тенге потратили там сколько-то миллиардов золотовалютных резервов. Но для человека золотовалютные резервы где-то, это же полная абстракция. А вот покупательская способность, с тысячей тенге мог купить то-то, теперь можешь купить то-то, это как бы объективная реальность. Еще один такой момент, в вашем исследовании он есть, это доверие населения к органам государственного управления. Я так понял, доверие падает, и есть ли у социологов какие-то рецепты, как его надо повышать? Опять же слово доверие, да, вот если возьмем категорию президент, то доверие, я не могу сказать, что оно там заметно упало. То есть, у нас колебания в годы кризиса, у него его показатель где-то на уровне 78%. Ну, конечно, когда они выше 90, падение почти до 20%. То есть, когда мы говорим о цифрах 78 и 95, ну, тогда видно только. А когда мы говорим о категории такой, или показатель 78, достаточно высоко. Вот у него вот такие колебания. Ниже я никогда не видела. Что касается других органов власти, вот тут, конечно, видно, и это обычно, вот вы спрашивали по поводу местной власти. Вот там колебания значительные. Тут население, конечно, как бы еще свое недовольство не переводит на те органы, которые... В вертикале, да? Да, на центральные, а они пока внизу, да. Вот у меня, как бы, такой интерес, я не замечала ранее, когда вот этот переход от недовольства на местах переходит в недовольство, как бы, центральными органами власти. Но если этот кризис покажет, ну, это, наверное, будет, опять же, новая ситуация. Я сейчас, когда говорю о недоверии, это недоверие, оно и по отдельным ведомствам, как бы, проявляется, да, или, в частности, недовольство работой каких-то структур, в том числе правоохранительных. Но если и здесь, как бы, и даже вопрос не то, что недоверие, да, доверие-недоверие, а неудовлетворенность работой. Вот даже так бы я сказала. Сама категория доверия – это как народ. Он такой очень что-то неуловимое, да, его трудно определить. А вот недовольство – это уже четко говорит о том, что, да, и у человека вот в данном случае накопилось, у него есть факты, он, как бы, сталкивался, да, вот он, как бы, просял услугу или требовал услугу, он не получил ее в полном объеме, или условия получения услуги были недостаточно качественные. То есть вот об этом речь. И здесь, конечно, вот показатели уже явно плохие. Скажем, вот государство, да, в этой ситуации что может сделать? Ну, вот есть какие-то базовые вещи, да, электричество, вода, бензин, там, хлеб. На данный момент, на ваш взгляд, оно понимает, что это то, от чего зависит социальное самочувствие населения? Или все-таки здесь усилия перестали прилагаться? Ну, я думаю, на уровне местных органов есть понимание, как я уже вам говорила, потому что они работают или оперируют с такими категориями или показателями оценки своей деятельности, цены, да, там. Ну, вот почему вот эти ярмарки делаются? Это вот для меня ручное управление, так сказать, потребительским рынком, попытка предоставить людям, невзирая на интересы производителей или поставщиков, что-то более дешевое. Да, не знаю, насколько оно дешевле. Хотя я помню замечательный случай с одной моей родственницей произошел. Она на рынке покупала масло подешевле, а потом взвесила, а там 700 грамм. Вместо килограмма? Вместо килограмма. Она подошла к предоставщице и говорит, ну, ты что, с ума сошла уже? Она говорит, ну, я же тебе подешевле продала, да? Ну, то есть, я не могу вам сказать. То есть, очень сложные схемы. Да, очень сложно. То есть, мы должны будем верить кому-то, что он нам продал дешевле, но просто меньше, да? Ну, наверное, то есть, как бы есть вопрос социального договора какого-то. Вот, но у меня ощущение, что в центральных органах особо пока что еще кризис вот не ударило в головы, да? Потому что, а уж тем более в нацкомпаниях. Нацкомпании, квази-государственные секторы, они вообще мало предоставляют услуг населению. Малое количество нацкомпаний предоставляет. Там они, мне кажется, живут по-прежнему какими-то заоблачными ценами и заоблачными доходами скорее. И я вот, например, не вижу, я считаю вообще справедливой обоснованной критику в адрес нацкомпаний. Потому что там гигантские деньги крутятся, что с ними происходит, какой объем вообще, как бы падает именно на тот самый пресловутый народ или на население. Вообще непонятно. Надо соразмерить, кстати, их расходы с тем, что они приносят. Хотя запас прочности или запас выживания населения на сегодняшний день, он заметно сократился посреди с тем, что было до августа? Ой, не знаю. Честно говоря, это сложно мне так ответить. Но у нас вот есть, кстати, такой вопрос. Насколько хватит ваших доходов в случае рисковых ухудшений? Еще у нас был вопрос, вот если у вас будут, например, 2000 долларов, куда вы потратите? Вот большая часть ответов, ну, у нас эти, называются, группы, да, как бы, группируем по количеству примерных одинаковых ответов. Вот в диапазоне, скажем, там, от 100 тысяч до 150, вот в таком духе, да. Так вот, если говорить о втором вопросе, большая часть населения говорит, отдам все долги. То есть, вот как бы, ну, и дальше вот куплю себе, может быть, там, что-то из техники. То есть, первое, отдам все долги. Если будут 2000 долларов, вдруг откуда-то упавшийся. То есть, получается, что население, оно еще то, что называется, закредитовано, да? Ну, да, и закредитовано, и просто что-то брало в долг, в рассрочку. Ну, и если мы говорим о тех доходах, которые у них есть, и насколько их хватит, то самое большое количество, массовое, да, находится в диапазоне от месяца до трех. То есть, я смогу прожить на свои доходы, или там, заначки, вот от месяца до трех. И вторая группа – это до шести месяцев. То есть, все. То есть, если мы начинаем отчет от августа, то, получается, эти шесть месяцев когда заканчиваются? Ну, вот зиме как раз и заканчиваются. Это те, это не очень большая группа, сейчас не помню цифру. Это малая группа, у которых есть… То есть, группа до трех месяцев гораздо больше, чем группа, которая до шести месяцев. Она все съела, скорее всего, все, что у них было, вот как осень, да. Те, которые остатки, так сказать, более-менее благополучных, они к зиме уже закончат свои вот эти самые заначки. Я не хотела бы прогнозировать вообще прогнозы, ну, плохое дело, то есть, вернее, бесполезное дело в нашей стране. Явно, что они, может, наши респонденты не говорили нам полные правды, у них там есть еще и дополнительные какие-то банки, да, с тенге или с долларами. Но обычно весна показывает вообще, что осталось. Если весной вот что-то будет, повышение цен какой-то очередной, ну, тогда уже как бы плохо. Если справятся, потому что уже и продукты все на исходе, ну, вот запасы, которые были сделаны… То есть, весеннее бескормиться – это такая самая критическая точка. Да, да, да. Потом уже к лету, если проскочит, то к лету уже обычно немножко поднимается настроение. Так что нас ожидают впереди не очень, как бы, хорошие полгода. А какая-нибудь позитивная информация есть на эти полгода? Позитивная? Ну, обещают повысить зарплаты бюджетникам нескольким категориям. Я думаю, что вот это обещание, ну, я думаю, что оно будет реализовано, оно будет греть значительные слои населения. У нас в бюджете много людей. Ну, и, соответственно, те семьи, в которых и работают бюджетники. Есть и в семьях, а есть такие семьи, в которых нет вообще людей, которые бы получали что-то от государства. И если у них, их стратегия, ну, как бы, не продумана, и у них есть кредиты, дети, студенты, долги, да, там, ну, вот такие вещи. Я думаю, что им будет сложно. То есть, ну, надо посчитать объемы. Я думаю, что все-таки, не могу сказать, что треть, ну, приличная часть. От пятой до четвертой части таких людей у нас есть много. Большое спасибо. У нас в гостях была Гумира Лилова. Мы говорили о социальном самочувствии населения. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.